Валерия Роднаева Валерия Роднаева Валерия Роднаев 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 Здравствуйте, на связи Татьяна Бадуева, нумеролог. Сегодня 19 апреля, а вы знаете, что месяц рождения влияет на характер любой девушки? Январские девушки невероятно амбициозны, но при этом серьезны и даже консервативны. Они могут не любить говорить о своих чувствах и подпускают к себе только людей своего интеллектуального уровня и схожих взглядов. Рожденные в феврале – романтичные натуры, и в обращении с ними нужно проявлять незаурядное терпение. Их не всякий поймет из-за постоянной смены настроения. Мартовские кошки – харизма и шарм – это верные и преданные натуры, которые влюбляются с трудом. Они могут быть очаровательны и милы до тех пор, пока вы их не расстроите чем-либо. Но все равно жить рядом с человеком, который родился в марте – сплошное удовольствие. В апреле, как правило, рождаются девушки, способные легко установить отношения практически с любым человеком и наделенные качествами дипломаты. Они достаточно ревнивы и открываются тем, кто завоюет их доверие. Май – месяц женщин, в чем характере есть постоянство, приверженность принципам. Если вы встречались с майской штучкой, вы ее не забудете никогда. Не старайтесь. Июнь – любопытная, общительная и творческая. Три главных характеристики июньской барышни. Они лучше скажут правду в глаза, чем за спиной. Их стоит опасаться. Мужчина легко может стать игрушкой в их маленьких ручках. Июль – девушки, которым повезло родиться в середине лета. Честные, красивые, загадочные и очень умные. Они не любят конфликтов и предельно честны с каждым. Те, кто родился в августе, несут по жизни удивительное сочетание эгоизма и большого доброго сердца. Не стоит ссориться с ними. Рано или поздно такая девушка все равно выигрывает. Августовские женщины наделены исключительно чувством юмора. Им всегда нравится быть в центре внимания. Сентябрь – это месяц дисциплинированных, добрых и прекрасных женщин. Они никогда не прощают предателей. Лидеры, амбициозные, работают на публику, хоть и любят иногда оставаться одни. У них высокие запросы касательно партнера. Как говорится, выживут только достойные. Октябрьские девушки обладают сильным характером. Душу свою такие открывают не каждому. Другие женщины часто недолюбливают рожденных в октябре по причине зависти. Ноябрь – это женщины, которые на шаг впереди остальных и легко распознают ложь. Не играйте с ними. Это игры с огнем. Никогда не стоит спрашивать их мнение, если вы не готовы услышать правду. В декабре рождаются нетерпеливые, но удачливые барышни. Они, как говорится, всегда найдут способ выйти сухими из воды. В итоге они получают то, что хотели. В каком бы месяце вы не родились, желаю быть прекрасными, великолепными, восхитительными. Продолжайте радовать глаз всех окружающих. Будьте всегда на высоте и уверенной походкой идите ко всем своим целям. С вами была Татьяна Бодоева. Отличного всем дня! «Голос Сибири» – проект по поиску и продвижению новых исполнителей Бурятии. Он дает возможность талантливым артистам звучать на волне 106,5. В гостях у нас организаторы этого конкурса – Саша Ишеева и Артем Чехов, ведущие утреннего шоу на радио «Сибирь-Байкал». Расскажите, пожалуйста, как появился «Голос Сибири»? Что это за проект? Ну, мне кажется, что идея появилась как раз в тот момент, когда возникла необходимость показать, да, вот то, что наша республика, она многогранна, она имеет множество талантов, и показать, что здесь слушают не только какие-то национальные колоритные песни, но и, может быть, какие-то, не знаю, электронную музыку. Опять же, вот в прошлом сезоне, по-моему, участвовал диджей Гуди, как я помню сейчас. Да, это может быть рэп, это может быть какой-то, не знаю, рок-н-ролл, да, почему нет. Ну, и мне кажется, что этот проект довольно-таки неплохо, да. Вообще «Голос Сибири» – это коллаборация амбициозных молодых исполнителей и профессиональных, опытных певцов, потому что здесь принимают участие не только люди с профильным образованием, с музыкальным, да, а обычные люди, которые, возможно, пишут музыку, сочиняют свои какие-то произведения, да, и, ну, где-то в столешницу это все закрывают. А здесь у нас возможность именно открыть, да, для наших слушателей, для наших исполнителей вот такие вот бескрайние границы, да, вот этого музыкального мира. Наверняка кто-то из наших телезрителей тоже хочет поучаствовать в этом проекте, показать свое творчество всем слушателям. Как это сделать? «Голос Сибири» уже стартовал четвертый сезон, и 17 апреля стартовал именно прием заявок, да, он продлится до 10 мая, и все, кто желает поучаствовать, кто уверен в себе, кто достоин, да, победы, возможно, вы должны прислать нам свои работы в нашу группу в социальную сеть ВКонтакте «Радио Сибирь Байкал». То есть сделать это либо личным сообщением, либо… Сколько уже заявок поступило, знаете? Это секретная информация, мы не имеем права разглашать. Почему мы решили организовать четвертый сезон проекта? Потому что вот когда закончился третий сезон, когда мы уже, как говорится, раздали подарки, наградили победителей, да, мы так сели на свою планерку нашей большой команды дружной, и, ну, нам бы стала грустно на самом деле, да, и мы начали читать все, все комментарии, все отзывы, все отклики от наших слушателей, и мы понимали, что все, это не конец, должно быть продолжение однозначно, да, и видя, сколько людей голосуют, а это в третьем сезоне более 10 тысяч человек проголосовало за номинантов, да, за участников конкурса, мы думаем, что это один из самых популярных и масштабных проектов вообще в Бурятии. Да, и действительно, активность, да, народы, это, ну, мощный показатель. Кто чаще побеждает, то есть какие исполнители? Есть какой-то секрет, может быть, дадим этот секрет нашим зрителям? Абсолютно нет никаких... Секретов нет. Песня должна просто понравиться народу. Но мало того, что понравится народу, потому что два у нас финалисты, они проходят как раз-таки по голосованию народному, да, а один по, получается, решению жюри. Совсем скоро мы познакомим вас с финалистами прошлого сезона «Голос в Сибири», а сейчас смотрите следующую рубрику. Мрамор в интерьере – это мимолетный тренд или вечная классика? В эфире Мила Жербанова. В сегодняшней рубрике я постараюсь дать ответ на этот вопрос. Плитка под мрамор придает проектам величественность и изысканность. С ее помощью можно оформить роскошный, но в то же время уютный интерьер. Керамогранит под белый мрамор на полу и на стенах визуально расширит пространство, наполнит его светом, легкостью и той самой воздушностью, которая так необходима в маленьком пространстве. Белый мрамор гармонично сочетается и с другими материалами. Сочетание с деревом добавит уюта, с темным камнем придаст дизайну оригинальности, а с нейтральным бетоном подчеркнет строгость форм помещения. Если вы не боитесь экспериментировать, рекомендую обратить внимание на плитку под черный мрамор. Многие не рассматривают ее использование из-за страха уменьшить визуально размеры помещения и сделать его слишком темным и мрачным. Это абсолютное заблуждение, ведь черный в интерьере смотрится потрясающе. Он способен преобразить любое помещение, придать ему шик и роскошь. Черная плитка в ванной – актуальный тренд, который набирает все большую популярность. Выразительная графика и яркие прожилки на темном фоне подойдут для запоминающихся интерьеров с удонченным дизайном. Но если вы не готовы на Total Black в интерьере, тогда можно комбинировать черный с другими цветами. Бежевый мрамор или коричневый? А может вы остановите свой выбор на трендовом сером? Выбирайте от всего сердца и помните, что мраморный рисунок можно и нужно использовать не только в интерьере ванной комнаты, но и других. Смело используйте его в гостиной, на кухне и в коридоре. А менеджеры салона пол до стены вам в этом помогут. До новых встреч! Новое утро в самом разгаре. Сегодня говорим о том, как попасть на радио со своей песней. Для этого достаточно быть талантливым и подать заявку на конкурс «Голос Сибири». Сейчас у нас в студии финалисты прошлого сезона этого проекта – Александр Стяк и Скуратова Мария. Участники музыкальной группы «Три глав». Здравствуйте! 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 Скажите, пожалуйста, у вас группа называется «Три глав». Сегодня у нас два глав. Почему-то. К сожалению, один человек по рабочим моментам отсутствует. Так очень хотел, и это необходимо было. То есть вообще у вас три человека? Да, три человека. Это как бы неразделимо. Три человека – это в концепции нашей группы вложено. Для чего вы решили пойти на конкурс «Голос Сибири»? Ну, вообще мы занимаемся творчеством, и нам интересно продвигать свое творчество в массы, чтобы народ услышал. Ну, это как бы один из таких хороших способов, чтобы тебя услышали. Мария, а каково было слушать себя, свой голос по радио? Я не хочу говорить. Была очень рада, наверное. Ну, были рады или было как-то, не знаю, не по себе, необычно. Ну, я не могу ответить на это. Ну, а вот, Александр, вы когда услышали себя по радио, что почувствовали? Когда услышали по радио, ну, удовольствие почувствовал, радость от того, что, не знаю, что какой-то новый уровень получил, что радио уже... Мне кажется, это такая ступень, которую хочет каждый, да, преодолеть, каждый артист. Ну, да, к этому стремятся. Мария, а какая вообще музыка у вас? Какую музыку исполняете, играете? В каком жанре? Ну, да, в разду, ну, конкретно в концепции группы. Хип-хоп, рэп? Хип-хоп, рэп, да. То есть, Александр отвечает за рэп, вы за вокал, да? У вас такие плавные, да, мотивы или... Да, по-разному можно, в зависимости от песни, от настроения, от ее... Вы больше рок или больше лирика? Я больше лирика. А вы как? Не, ну, рэп, ну, такой, как сказать-то... Не совсем топовый, так сказать, топ-чартовый, но он имеет место быть. Я знаю, что вы приготовили для нас музыкальный сюрприз. Это так? Да. Что это будет за песня? Она называется «Путь войны» о внутренних переживаниях лирического героя. Ну, и вы сами все услышите. За свободу воли и ради покоя в доме Уйти на поле боя сможет лишь добрый воин Коль рядом бродит злое, станет горою против Ведь он точно понял, что бороться стоит За свободу воли и ради покоя в доме Уйти на поле боя сможет лишь добрый воин Коль рядом бродит злое, станет горою против Ведь он точно понял, что бороться стоит Окрепший боец, как вещь Олег, доспехи на плечи надел Поехал на резвом коне, туда, где замечен злодей Приняв старейшин завет, беречь отечество тверд Теперь в ответе за всех, чью честь посмели задеть На смешке ослепших в толпе Но где-то там есть человек, уставший от внешних помех В надежде скорее прозреть Идущий по верной тропе, не желая поспешно сгореть Проявит свой стержень в борьбе, проявит стержень в борьбе Не боясь сражений на смерть Ведь мир планете обещан взамен В тысячелетней войне мы победу одержим Поверь, в кромешной во тьме забрежил рассвет Звуча на сердце, как песнь Вот это волшебный момент, набегом враждебным конец За свободу воли и ради покоя в доме Идти на поле боя сможет лишь добрый воин Коль рядом бродит злое, станет горою против Ведь он точно понял, что бороться стоит За свободу воли и ради покоя в доме Идти на поле боя сможет лишь добрый воин Коль рядом бродит злое, станет горою против Ведь он точно понял, что бороться стоит Субтитры делал DimaTorzok Я знаю, что сегодня в гостях у нас были также ведущие радио «Сибирь-Байкал», организаторы конкурса «Голос Сибири». Скажите, пожалуйста, какой-то совет нашим будущим участникам. Мы ждем вас, если вы талантливы, если вы хотите заявить о себе и звучать на радиоволнах, на нашей волне. Отправляйте свои заявки во Вконтакте, радио «Сибирь-Байкал». Мы ждем. Желаю всем удачи, успехов. Приключайтесь на волну 106.5, делайте ее погромче. И не забудьте заявить о себе, если вы талантливы и одаренные. У вас есть прекрасная возможность сделать это вместе с нами на радио «Сибирь-Байкал». Саша Ишеева, Артем Чехов, группа «Три глав». Меня зовут Валерия Роднаева. На этом эфир наш заканчивается. Всем спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!